Привет, YouTube. Тема тротуарная плитка. Я не профи тротуарной плитки, но так как канал называется Нарс, делай сам, 8 лет тому назад я положил ее своими руками. Соответственно, за эти 8 лет я непроизвольно наблюдал за состоянием плитки. Собрав всю эту информацию за 8 лет, я теперь вижу свои ошибки и как бы я сделал в настоящее время, если бы я вложил эту плитку. Делаю маленькое вступление. Так как работа, связанная с укладкой тротуарной плитки, не из дешевых и трудоемких, то отнестись к ней очень надо внимательно и серьезно. Три основных пункта, которые необходимо учитывать перед началом работы. Первое. Качество плитки. То есть можно привести камаз плитки, а через 5 лет сюда делай выкид. Представляете, какая это работа вам мешает. Вторая составляющая. Правильные уклоны. То есть можно положить плитку, затратить массу времени, а в итоге у вас будут во дворе лужи, и вода будет стекать туда, куда не надо. Третьим пунктом является, конечно, качество укладки плитки. То есть можно положить так, чтобы вы будете сами спотыкаться об эту плитку, а зимой при уборке снега лопата постоянно будет застревать водой. Итак, переходим к конкретному материалу. Основной ассортимент плитки, применяемой в быту, и ее изготовление. Названий этих новых очень много. Я вам расскажу самые основные, которые применяются. Первое. Гранитная бурщатка. Изготовляется из чистого гранита, бывает колотая. Пелина колотая. Далее идут искусственные плитки. Вибролитая плитка. В состав ее входит песок, цемент, краситель и всякообразные добавки. Это все заливается в форму и вибролитая. Вибропрессованная плитка. Соответственно ее вибрирует и прессует. То есть подпрессом. В состав также входит песок, цемент, краситель и щебень. Может быть еще что-то. Кирпич или плитка-финкер. Состоит из лины. Мешают, прессуют и в печку на 1200 градусов. Обжигают. Полимер. Песчаная плитка. Состоит из полимера. То есть пылки, пластик, всяческие отходы. Плюс 70-80% песка. Кое-где добавляется краситель, и кое-где не добавляется. На стиле это остановится. И возможно добавление крошки шин. Все это дело перемешивается. Печь по-моему там градусов 200 расплавляется в однородную массу. И подпресс. Тон 100-200. Давит на это дело. И плитка готова. То есть связывающий материал здесь не цемент, а полимер. То есть вот это отходы пластика. Резиновая плитка. На технологию производства. Примерно похожая на технологию изготовления полимера песчаной плитки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что при выполнении разовых операций в домашних условиях лучшего прибора, чем водяной уровень, нет. До двух метров можно обойтись обыкновенным уровнем. Это работы связанные с фундаментом, полом, липс-картоном, крыша. И особенно на тротуарной плитке. Здесь расстояния очень большие. И взять простым уровнем это просто нереально. Там будут очень огромные ошибки. Профессионалы, которые постоянно занимаются этой работой, то есть это фирмы, большие и небольшие, они, конечно, приобретают лазерный уровень. Но в быту для разового использования лучшего водяного уровня нет. Какие у него преимущества? Дешево, надежно, просто в управлении. Потому что не каждый может лазерный уровень настроить и его применить. Может быть его настроить, и там такая будет ошибка, когда он с ним никогда не работал. А вот водяной уровень может любой, 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 даже ребенок просто настроить и поменить. Это самый древний и надежный метод в быту. Итак, перейдем к настройке водяного уровня. Здесь все элементарно. Я вам просто так быстренько покажу все это дело. Этот народный уровень состоит из прозрачного шланга от 5 и, по-моему, до 10 метров. Может быть и больше, я не знаю. Но у меня 10 метров. Плюс 2 колбы. Каждая колба имеет вверху клапан. Если его нажать вниз, клапан запирается. Воздух, да, уже. Если этот клапан поднять, то эта колба связывается с атмосферой. Если же надавить вниз, то клапан запирается. Заливка водой и измерение производится при открытых клапанах. В первой колбе и второй колбе, то есть вверх, мы связываем с атмосферой. Для чего этот клапан служит? Когда мы движемся, то в движении мы переходим на разные места, на разные точки, на разные репера. Необходимо его закрыть, чтобы у нас вода не перелилась. А при работе и при заливке обязательно клапаны должны быть открытыми. Итак, приступаем к заливке водой. Первое. Заливаем водой и проверяем его на герметичность. Соединение должно быть герметичное. И сам шланг должен быть герметичным. Потому что если не будет герметичности, у вас не будет точности. То есть сам шланг проверяется на герметичность. И колбы все. Затем мы колбы поднимаем вверх. У какой-то наклона. Тогда все пузырьки воздуха выйдут на поверхность. Это очень важный момент. Потому что если у вас останется хоть один пузырь воздуха, то у вас уровни будут гулять постоянно. Так как воздух сжимается, а вода у нас в какой-то тени не сжимается. Обязательно выгнали все пузырьки. Немножко покачивать можно трубочку. Наглядно показываю, как это дело работает. То есть, попросту говоря, это сообщающие сосуды. Если одну колбу поднять, а вторая останется внизу, то обязательно уровни выравниваются. То есть, они будут одинаковые. Все это производится при открытых клапанах. Я специально медленно показываю, чтобы вы увидели время, за которое это дело все уравновешивается. То есть, нельзя быстро здесь мерить. Здесь надо будет поставить. Когда он уравновесится, вот примерно вот такое время. Может засечь по часам и плюс еще секунд 10 такие на призомерах. Закрыли клапана. Это его транспортное состояние. То есть, мы можем его переносить в любое место, на любой репель. Вода у нас не будет выплескаться и уходить. При работе с водяным уровнем необходимо два человека. То есть, две у нас колбы, два человека должны быть. При измерении открывают клапана и смотрят уровень. Замер уклонов. Плитка начинает ложиться от бордюра. Первое, надо установить бордюр по уровню. Вот, соответственно, с ним идет водоотлив. Канавка, которая собирает всю воду со двора. Вытекает все это хозяйство. И на другую она идет. Проверяем уровень. Вот, нормально закрываем его. И на тот нулевой репель делаем здесь резечку по горизонтали. Вот это у нас будет горизонталь от нее. Потом натягиваем шпагат и меряем это расстояние. Вот там померяли. Вот у нас получилось резко есть. Натягиваем шпагат. Приносим его на второй репель. Закрепляем. Шнур хорошо натягиваем. Устанавливаем его по рискам. Вот здесь он должен быть. Ну, да теперь можно производить замеры. То есть, вот эта шпагат у нас показывает горизонталь, уровень. Ее можно поставить выше, ее можно поставить ниже. Вот, как поудобнее. От нее потом производится замеры до нашего галанда. Вот мы, значит, на втором репель меряем. Здесь у нас получается вот так вот. 16. Записываем. 16 мм. 160 мм, извиняюсь. Здесь на 2 мм. На первый репель. Замерили. 28. Длиной 18 метров. Разница между стоком и гаражом. Больше 120 мм, конечно, бы лучше было на 18 метрах. Но у меня, типа, во дворе, не позволила высота гаража и высота дороги. То есть, вот эти репера. Я сделал на минимум. Больше бы, конечно, было бы лучше. Второе замерено. Надо будет 50 дома. Вот у меня здесь два стока имеется. Дальний сток и ближний сток. Здесь у меня от дома на 4 метрах перепад идет на 100 мм. Побольше. Вот вода стекает, в принципе, очень хорошо. Практика показывает. Вот такой результат. Нигде вода не застаивается. Вот и на длине 18 метров, в принципе, нормально. Стекает при перепаде на 120 мм. Вот, пошла-пошла. И здесь у меня со двора на дорогу выложена труба под землей. Сотка. Канализация. Все это дело стекает. При сильных дождях, в принципе, сотка вполне управляется. Только кое-как, да, лет через 5-4, необходимо ее чистить. Потому что листья забиваются. Как я укладывал тротуарную плиту. Перед началом этих работ необходимо делать привязки и выполнить уклон. Первая привязка начинается от дороги, то есть куда будет вода стекать. Используя водяной уровень, поставил уровень на дороге, а второй, значит, конец, колбочку, занес во двор. На ту точку, где будет стекать вода. Длина дороги до сточного приемника во дворе, который у меня находится, 8 метров. На этом расстоянии я сумел достигнуть всего лишь 6 сантиметров уклона. То есть привязка у нас дороги к водосточной канаве есть, это самое главное. В этом месте я забил капитан колышек, назвал его репером номер 1. И уже во дворе этого момента будет уже нулевая точка, которая будет привязывать весь двор. Затем забил второй колышек на противоположной стороне двора. То есть расстояние между гаражом и калитками у меня получилось 18 метров. Этот колышек я назвал репером номер 2. Водяным уровнем нашел горизонталь, то есть выставил, одну колбу поставил возле первого. И где-то вторую колбу поставил возле второго пики, натянул водяной уровень, нашел горизонталь и сделал риски горизонтали. Между первым репером и вторым репером растянул шнур и закрепил их на вот эти риски горизонтали. Надо очень хорошо натягивать шпагат. Имея вот эту горизонталь, я имел возможность привязать любую точку двора к этой горизонтали. То есть создать уклоны, которые мне необходимы. Второй шнур в параллель к этому я натянул вдоль дома. Между конечными реперами натянул водяной уровень, нашел горизонталь. Пользуя водяной уровень, эту горизонталь, которая идет вдоль дома, выставил по соотношению к той горизонтали, которая идет у нас по бордюру, на 10 сантиметров выше. То есть задал уклон от дома к канавке основной на 10 сантиметров. И вот теперь эти два основные шнура, первый, который идет по бордюру, и второй, который идет горизонтально вдоль дома, являются у нас основанием для того, чтобы мы могли намеренно и с уклонами ложить плитку. Всю площадь я засыпал граншлагом и разровнял толщиной 6 сантиметров. Соответственно, опираясь на эти два шнура у нас горизонтальных, я взял доску 3 метра длиной. И разровнял ее таким образом, чтобы наклон был 100 миллиметров от дома к главной источной канавке. Весь этот граншлаг очень-очень хорошо залил водой. Затем, когда все уровни были уже у меня выполнены, я засыпал все это дело сверху еще песком 6 сантиметров. Еще раз внимательно проверил все уровни, разровнял доской 3 метровой, маленько подтрамбовал все это дело. Еще раз доской проверил и приступил к укладке плитки. Укладку плитки я начал от водосточной канавки основной, то есть от забора и на гараж. Каждый ряд укладки плитки я начинал от бордюра, то есть возле бордюра я ложу полную плитку, догоняю все это дело до дома, а там уже обрезаю сколько надо. Для каждого ряда плитки я натягивал шпагат от бордюра к дому. Перед укладкой каждого ряда поверхность песка обильно-обильно смачивал водой. Для получения одинаковых швов я, значит, вкладывал между рядами и между плитками электрические кабли с сечением полтора. Толщиной он получился 6 миллиметров, но сейчас вижу, что надо было взять кабель толщиной 3 миллиметра, это было бы лучше. То есть 6 миллиметров толщина шва это слишком много. Небольшие нюансы в этом деле. Для того, чтобы главный водоотлив и бордюр наш не проседал, потому что это основой является, я подложил туда по 3 арматуры. Вот и хорошенько это дело все забетонировал. Сам бордюр у меня выполнен следующим образом. То есть он состоит с отходов, тот асфальт, который был, я его подробил хорошенечко, 30% асфальта и остальное песок, соответственно и цемент и граншлаг. Он получился довольно-таки твердый и, в принципе, эластичный. То есть вот на все его протяжение за 8 лет нигде никакой трещины нет. Вот и за 8 лет получилось, даже имея вот эту арматуру под низом, значит бордюр у меня немножко просел миллиметров на 6-8. Эта просадка у меня получилась как раз вот в районе канализационного люка. Надо было вокруг люка еще положить арматуру и хорошо забетонировать. Тогда, видимо, просадки бы не было. Укладка плитки без подогревительных работ у меня занялось 3 дня, имея одного помощника. Площади получается до 75-80. Следующий нюанс такой. До монтажа плитки, то есть когда вы все сделали уровень, положили песок, граншлаг, все как положено, необходимо проложить коммуникации всякие. Здесь вот эта у меня труба, пластиковая, идет, 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 идет под плиткой и пошла туда на кнопку вызова на домофон. Также под плиткой мне проложена здесь вторая труба, ее не видно. Вот раз, раз, раз и на забор. То есть освещение. Второй нюанс. Значит, между плитками у меня расстояние здесь миллиметров, наверное, по 6-7 получается. Сейчас, как я ложил. Вот этот я взял кабель, вот такой вот, между ними ложил и плитку, потом это сама подкладывала туда-сюда. Значит, швы слишком большие, в принципе. Вот здесь достаточно было положить плитку со швом где-то миллиметра 3. Вот вполне было бы нормально. Вот эта вода стекает отсюда-сюда. Здесь обязательно должна быть где на выходе, как бы отстойник. Здесь кастрюлю такую вмонтировал. Ну, кастрюли литра на 3 маловато немножко. Здесь бы кастрюльку такую надо было, литров бы на 10. Вот, то есть туда камни, песок, всякая-то беда стекает, а потом уже более-менее чистая. Еще один такой нюанс. Вот у меня получилось, что с той стороны на улице там полисатничек небольшой, я поленился его рыть. И сделал выход воды, вот она идет через сотку сюда, потом здесь колено, идет на улицу, потом туда. Это очень плохо, потому что колено все-таки бывает, забивается, когда большие листья, то все. Лучше всего делать это на прямую. Вот, ну, еще такой нюанс, который я потом исправлю на эту зиму, кажется. Здесь у меня положена обыкновенная труба, сотка. И когда зимой все это дело замерзает, здесь приходится отдалбливать. Девятую, видите, вот лопатой, отдалбливать. То есть здесь надо было просто сеткой и бетоном как-то его делать. Дальше я положил вот этот водосток у меня с крыши идет. Вот, 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 куба идет. Вниз, 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 и пошла под крышкой. Все чудесно, все хорошо, но до мороза. Когда у нас есть морозы, крыша оттаивает, сюда попадает теплая вода. Немножко она, как раз, проходит, а потом замерзает. И вот, значит, где-то она внизу, потому что у нас, как говорится, плитка холодная. Вот, набралась от стока воды аж и весной ведь вот лопнула. Вот так я... Вот, в связи с этим мне приходится на зиму. Я вот это дело рассоединяю и сюда такую банку. Даже, чтобы вода туда не попадала. Вот, а это вот так вот на нее можно. Вот, и так, как часто это дело соединяю, ведь вот эти вот хомуты у меня уже, крепление к стенке, поотрывались. То есть, здесь вот надо поставить или гуфру, или что такое быстросъемное. Но воду туда нельзя пускать зимой. То есть, оттепель, мороз, оттепель, все это дело замораживается и разрывает трубы. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко о выборе плитки. Перед тем как приобрести плитку, я полгода студировал интернет. Читал характеристики, отзывы, изучал технологии производства плиток. Соответственно у меня сложилось лично мое мнение, с которым конечно могут поспорить профессионалы. Первое. Чем меньше красителей в плитке, тем она крепче. Потому что красители не всегда бывают очень качественные. Обычно это такой материал, который легко поддается выгоранию. Красители делают плитку красивее, но по качеству она становится ниже. Сам по себе я хотел конечно выбрать поначалу именно красивую плитку робом с разнообразными оттенками. Судя по технологии, которую вы смотрели, виброплитка значит немножко хуже качеством, чем виброплитка прессованная. Потому как понятно, что здесь и вибрируют, и сразу прессуют. Конечно и дороже. Лучше всего конечно иметь дело с такими солидными организациями, у которых имеется хорошая технология, хорошие станки. Все дозируется, имеется лаборатория. И очень немаловажно, когда производится плитка песка, цемента и всяких этих добавок, чтобы фирма имела пропарочную камеру. Так как естественное высыхание не дает такого хорошего эффекта, как высыхание в пропарочной камере. То есть там и зимой, и летом это все делается. Имеется лаборатория. Все плитки имеют свои плюсы и свои минусы. На этом я заканчиваю свое скромное видео. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, делитесь мнением, подписывайтесь на канал. Кому понравилось ставьте пальчики вверх. Рад если кому-то помог. Всего хорошего. Удачи.